Интересное видео. Маша фотограф вообще, мама, живет на Бали. В общем, очень интересная личность. В частности, пользуется более 5 лет маслами. Будем рассказывать о маслах Дотерры, которыми мы пользуемся. Вы можете, конечно, применять к своим эфирным маслам, но мы говорим только про вот те масла, которыми пользуемся мы. Маш, про что сегодня будем общаться? На самом деле, я бы, конечно, хотела максимально эффективно и быстро провести то время, которое мы с вами обозначили. И я бы затронула такие важные темы, как именно то, как нужно отличать качественное масло от некачественного. Это, в общем, то, с чего мы вообще всегда начинаем знакомство с эфирными маслами. Потом поговорить немножечко о технике безопасности, потому что ее очень важно соблюдать, для того, чтобы масло, использование масел было для вас эффективным и безопасным. И потом я бы поделилась с вами несколькими рецептами, которые я использую на протяжении уже многих лет, для того, чтобы поддержать здоровье своей семьи. Здорово, это очень интересно. Я даже вижу, ты принесла какие-то вот баночки. Да, я принесла некоторые масла, которые смогла найти, потому что мой муж и сын, они постоянно ими пользуются. И моя аромаптечка в последнее время находится в некотором раздрае. Я не очень это контролирую. Вот, но это, опять же, говорит о том, что эфирные масла очень востребованы в нашей семье. Вот мой муж даже на следующей нашей аромовстрече в понедельник вызвался спикером. Серьезно? Я хочу, говорит, рассказать о том, как масла могут использоваться мужчинами в нашем мужском мире. Да, вот я... Это очень весомо. Да, это весомо, действительно, потому что за пять лет, в общем, мы действительно уверовали в силу эфирных масел. И не единожды они по-настоящему выручали меня в самых непростых жизненных ситуациях, потому что мы прекрасно знаем, что для мамы самое сложное – это болеющие дети. И это всегда очень серьезный компромисс, как лечить, чем лечить, чтобы не навредить. Обязательно ли давать антибиотики, или мы можем попробовать какие-то природные средства. В общем, я не единожды перед этим компромиссом оказывалась. И почти в 90% случаев эфирные масла являлись прекрасным, эффективным разрешением очень многих проблем с детским здоровьем. Ну, я думаю, мы об этом поговорим тоже, да? А сейчас давай вернемся к нашему плану. Ты сказала, что расскажешь, как отличить качественное эфирное масло от некачественного. Да, давайте поговорим об этом немножко. В принципе, здесь на самом деле есть два самых эффективных показателя. И качество эфирных масел – это прежде всего цена. Потому что мы должны понимать, что когда мы приходим в аптеку и видим эфирные масла за 150-200 рублей, мы должны понимать, что они или не полностью натуральные, то есть в их составе есть синтетические компоненты, или они очень сильно разбавлены базовым маслом каким-то. И это в лучшем случае. По крайней мере, они не навредят, но с другой стороны, как бы, качество ингредиентов, из которых они использованы, тоже оставляет вопрос, если мы видим масла вот в этой ценовой категории. Хорошее эфирное масло. Есть масла, которые отбывать сложнее, есть масла, которые отбывать проще, и больше ресурсов для этого, так, например, как разнообразные цитрусовые масла. Они, как правило, стоят недорого, но масло жасмин или роза не может априори стоить. Или ваниль, да, абсолют. Они не могут стоить 200-300 рублей. Это мы должны точно абсолютно для себя понимать. Поэтому это первый критерий, по которому мы определяем качество масла. Это цена. Дальше есть очень простой способ определить качество эфирного масла. Это капнуть капельку на белый лист бумаги. Можно для сравнения взять, например, качественное эфирное масло, масло Дотера или какого-нибудь другого производителя из похожей ценовой категории, и масло аптечное за 150-200 рублей капнуть просто по капельке на лист. Обычный лист бумаги? Да, абсолютный А4, как из детского альбома можно вырвать. Через какое-то время, через час-через полтора, мы абсолютно четко увидим, что качественное эфирное масло не оставляет после себя жирных, четко очерченных пятен. Да, не знала. В том числе, да, у моей знакомой была такая история, как дочка каким-то образом пролила целую бутылку эфирного масла Дотера на ее кожаные сапоги, на белые. Вот, и на удивление мамы на следующее утро выяснилось, что не осталось ни пятна, кожа не изменила своих качеств, и при этом сапоги прекрасно пахли. Очень долгое время. Очень долгое время. Да, и, соответственно, вот это вот один из самых доступных нам, не в лабораторных условиях, а в условиях обыкновенного квартиры, способов выяснить, насколько качественное масло, и есть ли в нем лишние примеси. Примеси. То есть это относится вообще к любым маслам, например, даже апельсин с оранжевым оттенком? Он оставит, как бы вы будете видеть цвет, но вы не будете видеть четкого жирного пятна, то есть он не будет просвечивать, как бы в основном. А вот дешевые масла, которые синтетические, они оставляют? Или синтетические, или которые сильно разбавленные, они, как правило, оставляют, конечно, жирные пятна, или просто очень плохо очищенные масла. У меня как раз дома есть масло Герани, дешевое, и есть ДТРовское масло, и вот я хочу сравнить. Да, проведите этот эксперимент. Ну, это считается самым доступным нам способом проверить. Очень простой метод. Да, очень простой метод, и при этом достаточно эффективный. Потом, что я еще хотела сказать. Очень важно при использовании эфирных масел. Опять же, мы сейчас говорим про качественные эфирные масла, потому что если мы говорим про аптечные эфирные масла, то здесь техника безопасности для них совсем другая, потому что ограничений в использовании намного больше, чем когда мы говорим о качественных и хорошо очищенных эфирных маслах. Но говоря о чистых эфирных маслах терапевтического класса, например, таких как ДОТЕРА, мы должны понимать, что эфирные масла – это очень-очень высококонцентрированные вещества. То есть в одной капле иногда содержится до нескольких сотен тысяч химических молекулярных соединений активных. И поэтому, как правило, в использовании эфирного масла, особенно для детей, или если мы по каким-то показаниям используем эфирные масла внутрь, об этом мы тоже немножечко обязательно поговорим, то не более одной капли. Этого хватает для взрослого организма вполне, чтобы получить терапевтический эффект. Дозировка очень важна. То есть если перед вами стоит выбор использовать пять капель или одну, всегда используйте одну. Дальше очень важно понимать, что эфирные масла, хотя и в крайне редких случаях чистые эфирные масла вызывают аллергические реакции, потому что они полностью очищены от компонентов растений, таких как пыльца, остатки самого тела растения, вызывающих аллергии, все равно ваш организм может дать какую-то реакцию. И поэтому эфирные масла перед тем, как использовать, если нам попала бутылочка нового масла в руки, мы делаем что? Мы берем чайную ложку, например, или просто вот так вот берем базовое масло. Любое... Объясни, пожалуйста, что такое базовое масло? Да, это очень важный вопрос, потому что когда начинаешь разговаривать с человеком про эфирные масла впервые, и он не сталкивался с опытом, у него не было опыта использования непосредственно, люди иногда не понимают, не совсем понимают, чем отличаются пищевые масла от эфирных масел. Это очень интересный вопрос. На самом деле пищевые масла – это масла, которые мы получаем чаще всего с помощью отжима, косточек, ну, разных частей растения. А эфирные масла – это... Их даже называть маслами не то чтобы неправильно. Они невоспламеняемы, они невоспламеняемы, не растворяются в воде, именно поэтому их изначально назвали маслами. Но мне их больше нравится называть эфирными концентратами, потому что так, мне кажется, понятнее, в чем разница между пищевыми маслами и эфирными концентратами. Эфирные концентраты – это... Они добываются самыми разными способами, как мы знаем, и методом анфлеража, когда с помощью жира мы вытягиваем эфир из растения, и методом паровой дистилляции, и методом отжима. Но это всегда... Это совсем другая структура. Эфирные масла – это... Эфирные концентраты – это как бы квинтэссенция и душа, и суть самого растения. То есть, можно сказать, так, если очень... Иммунитет, да? Вот самая-самая... Да, это то, что является тем ресурсом на защиту, исцеление, которое есть у растения. Потому что ног у дерева чайного нет, оно в аптеку не сходит, на человека оно рассчитывать не может. Соответственно, чтобы защититься от паразитов, грибков, бактерий, этот потенциал должен быть в нём. Именно поэтому природа придумала эфирные масла, эфирные концентраты. Так вот, разница между ними принципиальная в химическом составе, и в свойствах, и поэтому... Как бы проще всего их отличить по дозировке. Эфирные масла никогда не продаются в дозировках... В объёмах таких? В объёмах больше, там, не знаю, 15-20, максимум, миллилитрах. Это очевидно, пищевые масла всегда продаются в обыкновенных отделах магазина, и, как правило, не обладают таким стойким и активным ароматом. Да, возвращаясь к теме того, как проверить на аллергенность эфирное масло, мы наносим немножко масла базового, пищевого, любого, такого, как подсолнечное, авокадо, грейпфрутовые косточки, оливковое, или вот в данном случае это фракционное кокосовое масло дотера, и капаем капельку, одну каплю эфирного... Нашего нового масла, да? Той бутылочке, которая вот пришла к нам, и мы её только-только открыли. Мы их разбавляем и наносим на какую-нибудь чувствительную зону. Как правило, это зона, например, запястья или сгиб локтя. И в течение пары часов смотрим на реакцию. Если не появляется никакого дискомфорта на коже, если мы не видим никаких покраснений, это значит, что наш организм хорошо воспринимает это эфирное масло, оно для нас абсолютно безопасно. Вот. Дальше нужно понимать, когда перед вами оказывается впервые бутылочка масла, у вас есть несколько возможностей использовать её. В общем, на самом деле это как бы три основных направления. Первое – это нагляционное использование, самое доступное для нас в любой момент. Мы просто открываем эфирное масло и делаем... Вдыхаем, да? Да, вдыхаем испаряющийся эфир. Как правило, например, мой сын знает, что для того, чтобы получить терапевтический эффект, защитить себя от бактерий или в целях лечения профилактики насморка, он делает 30 глубоких вдохов. Для взрослого человека это, как правило, одна-две минуты размеренных глубоких вдохов. Это можно делать из бутылочки. Или это можно делать, опять же, капнув-то ладошку. Просто чистого эфирного масла. Капельку. Я использую в основном чисто эфирные масла, потому что у меня нет аллергии на них. Но если мы, например, говорим о взрослых или детях, то, конечно, лучше их разбавлять в любом случае. В Дотере есть, в их линейке есть уже разбавленные кокосовым маслом роллеры. Они всегда отличаются от концентрированных эфирных масел. Бутылочка такая тоненькая. Да, тоненькая бутылочка вот с таким вот аппликатором металлическим. Соответственно, мы просто наносим его на ладошку и даем вдыхать. А можно ли использовать, например, в ингалятор? В ингаляторах, на самом деле, это сильно зависит от той системы, которую вы используете. Я чаще всего использую самый простой дедовский метод. Я беру кастрюлю с горячей водой, капаю туда одну или две капли, например, чайного дерева и накрываясь полотенцем. И дышишь. Да, соответственно, просто здесь очень легко контролировать дозировку, потому что если слишком активный, например, аромат и пар, ты можешь немножко отдалиться и открыть полотенце. Потому что если мы используем ингаляторы, которые закрыты, соответственно, нам очень сложно просчитать концентрацию, которая попадает к нам в организм, и иногда это может вызвать дискомфорт. Поэтому я рекомендую дедовские методы. По проще методам. Да, да, конечно, конечно. Зачем тратить деньги на ингаляторы? Соответственно, ингаляционно, используя масла, мы получаем очень много полезного терапевтического эффекта, как и для нашего здоровья, физического, так и ментального. Потому что ни для кого не секрет, что ароматерапия вообще у многих людей ассоциируется именно с воздействием эфирных масел на нашу психоэмоциональную сферу человека. Это правда. Это правда. И это один из аспектов очень важных, с которым работает огромное количество ароматерапевтов, излечивая таким образом панические атаки, депрессии, бессонницы и прочее, прочее. Потому что это связано с тем, что эфирные масла воздействуют и на нашу лимбическую систему, и в том числе на наш гормональный фон, потому что это очень большая, обширная тема. Эфирные масла являются гормоноподобными веществами, и они очень сильно воздействуют на наш гормональный баланс, и это тоже нужно понимать и учитывать. Поэтому передозировки, или если, например, вы чувствуете, что запах эфирного масла вам не подходит, не нужно себя пересиливать, каким бы прекрасным терапевтический эффект не был бы потенциально. Это очень важно. Эфирное масло должно нравиться, это правило номер один. Но интересный факт, что если оно не нравится вам сейчас, то, например, через три недели, а именно 21 день нужен для того, чтобы полностью сменились рецепторы обонятельные в нашем носу, у вас может изменить соотношение к этому маслу, потому что поменялся ваш гормональный фон и в связи с этим психоэмоциональное состояние. У меня так было с одним маслом, это масло ладана. Мне оно поначалу вообще не нравилось, оно мне каким-то было неприятным, а сейчас меня прям вдыхают, у меня такими оттенками, такими переливами я прям... Вообще, франкенсенс, эфирное масло ладана, если мы возьмем чистое эфирное масло, оно очень сильно отличается от того, что мы привыкли ощущать в храмах и церквях наших. Там немножечко более такой популяризированный запах, он послаще, он поприятней. Действительно, чистое эфирное масло, сделанное из смолы, оно такое немножечко более смоленистое, и у него нет этого сладковатого привкуса, аромата. Оно так раскрывается. Оно раскрывается уникально. На самом деле, считается, что для того, чтобы воспринимать эфирное масло ладана, нужно быть уже достаточно открытым человеком, потому что есть такая техника, которую используют многие ароматерапевты, такая как аромаключ, когда тебе дают понюхать очень много эфирных масел, и попадаются люди, которым не нравятся вообще никакие масла. Но, может быть, масло апельсина не вызовет негативной реакции. Как правило, вот моя подруга, которая занимается этим активно, и большой профессионал в этом, она говорит, что если так происходит, я сразу говорю человеку, вам пора в отпуск. Точно что-то нужно менять. Что-то там происходит. Да, что-то нужно менять. Поэтому эфирное масло, такие как вот ладан, сандал, мир, их нужно воспринимать, для этого нужно быть действительно очень-очень открытым. И, возможно, это уже некий... Ну, если говорить там про биоэнергетику, это немножко уже другие вибрации. Их нужно, как бы до них нужно подняться, чтобы их воспринимать. Но мы сейчас не будем, как бы, в эту область, да, уходить. Значит, можно ингаляцию делать? Да, это первый и самый доступный для нас способ. Дальше это наружное применение. Почти все эфирные масла мы можем самыми разными способами наносить на наше тело. Например, сейчас я сразу в контексте буду делиться некими своими лайфхаками. Когда мне нужно укрепить иммунитет, так как мы часто переезжаем из Азии в Европу и обратно, из этих перепадов я понимаю, что иммунитет моего сына и мой страдает. Для того, чтобы поддержать его иммунитет, я делаю ему массаж стоп, нанося на свод стопы или вот такие вот уже разбавленные роллером масла. Это очень удобно для использования детей. Или любые другие масла, как там, например, масло чайного дерева. Это ребенку, да? Да, в течение, например, 7-10 дней я делаю ему массаж с одной-двумя капельками, разбавленной в чайной ложечке кокосового масла, начавая его на стопы. Это прекрасный метод для того, чтобы поддержать иммунитет. Действительно это работает? Это абсолютно точно работает. И для того, чтобы поддержать иммунитет, и для того, чтобы помочь ребенку, например, справиться с уже появившейся болезнью, если вы пропустили этот момент. Дальше эфирные масла в кровоток, они быстрее всего попадают именно через эти точки, через свод стопы, через локоть. И еще есть такая очень интересная техника нанесения эфирного масла вокруг пупка. Это тоже очень интересная техника, которая требует отдельного объяснения и разговора. Сейчас останавливаться на этом не будем. Дальше массаж с эфирным маслом всего тела. Дозировка. Каким образом наносить ли его в чистом виде? Ну, конечно же, нет. Потому что чаще всего нам нужно, чтобы наши руки спокойно скользили по телу. Мы, опять же, используем любые масла пищевые, базовые или косметические, которые нам нравятся. Я хотела сразу уточнить. Мы, когда используем базовое масло пищевое, оно должно быть без запаха? Ну, желательно, конечно, естественно, нейтральное, потому что оно будет смешиваться с ароматом эфира и давать некие ненужные шумы. Так вот, на, например, небольшую пиалочку, в которой там две, иногда одна, в зависимости от объема тела, ложка базового масла. Это может быть даже подсолнечное рафинированное масло здесь, потому что недавно вот один мой массажист, знакомый спортивный сказал, что он использует для, особенно, массажа в России, именно это масло подсолнечное, потому что кокосовое, например, в нашем климате, по его мнению, забивает поры. Не тот эффект, да? Да, не дает не тот эффект и не является эффективным транспортным средством. Нам нужно, чтобы масло было легкое и проникало через эпидермис, ну, как бы не становилось дополнительным барьером для проникновения масел. Именно поэтому Дотерра сделала свое масло, которое называется фракционное. Да, именно потому что оно очень хорошо очищено, фракции его столь малы, что они легко проникают внутрь кожи. Что такое фракции? Химические компоненты, то есть они могут быть крупнее, они могут быть меньше. Это, то есть молекулярные соединения. Зависит от чистое масло, да? Крупнее, в каких-то меньше. Но фракция это вообще как бы некое такое молекулярное соединение. Вот, и, соответственно, так как оно очень очищено, оно хорошо проникает в кожу. Именно поэтому рекомендуется использовать его для массажа. Так вот, на 2 столовые ложки мы добавляем 3-4, в зависимости на самом деле от летучести, потому что это тоже важный момент. Например, масло лимона или апельсина очень летучее, оно очень быстро испаряется. Если мы оставим бутылочку незакрытой, то аромат уйдет очень быстро эфира. Поэтому мы всегда плотно закручиваем крышки. А масло, например, ветивера, оно очень плотное, тягучее и вязкое. Соответственно, его нужно меньше. Ну, в общем, для меня это чаще интуитивный процесс. Я уже ориентируюсь по ситуации. В общем, действительно знаю, чувствую характер каждого масла. То есть в целом не больше 4 капель? Ну да, 4, максимум 5 капель. Это более чем достаточно для того, чтобы и получить терапевтический эффект. И так как масло проникает в кровоток, оно борется и с патогенными процессами, и организмы, которые могут попасть в наш организм, прошу прощения за эту автологию. И в том числе благотворно влияет на наш кожный покров. Если мы добавляем масло лаванды, например, оно здорово заживляет, избавляет от зуда, от укусов. Очень здорово. Снимает некие даже аллергические высыпания. Здесь, в общем, для каждого случая своя рецептура. Любое раздражение на коже. Да, раздражение на коже в том числе. Поэтому массаж с эфирными маслами вообще является очень эффективной, очень приятной техникой. И это для нас одна из самых любимых техник позаботиться друг о друге внутри нашей семьи. Вот. Соответственно, мы можем наносить их и в качестве духов. Это может быть чистые масла. Но мы не забываем, что вообще эфирные масла и использование их связано с... Это творческий очень процесс. Мы, конечно, мы можем... Здорово, если мы стараемся стать все более компетентными в использовании эфирных масел, читаем хотя бы периодически какие-то статьи или лучше даже книги. Но на самом деле вы можете полагаться на свою интуицию и смешивать эфирные масла по просто... Как бы делать себе такую диагностику, да? Ну да. Когда вы, например, вдыхаете, я иногда делаю так. Я беру, например, каплю... Вот есть смесь Passion прекрасная, очень вкусная смесь. Она нравится, да, очень женщинам. Здесь много прекрасных ароматных масел. Она такая сладко-цветочная. Но иногда она, мне кажется, слишком плотная. Я, например, разбавляю ее капелькой лайма или грибфрута. Освежает. Да, она ее освежает, и сам аромат становится более легким. Мне кажется, я уже это слышу. То есть он все еще сохраняет эту сладость, но при этом... Мне кажется, я нашла духи, которые я хочу. Да, это прекрасно. И, опять же, наше тело, это наш естественный аромакулон. Но самым таким носителем, который держит аромат дольше всего, являются наши волосы. Поэтому, если мы, например, хотим, чтобы аромат с нами оставался как можно дольше, например, после мытья головы мы капаем 2-3 капли в кувшинчик с прохладной водой, ополаскиваем чистые волосы. И, опять же, в зависимости от летучести аромат будет с нами или до конца дня, или несколько. Даже вот, например, такая смесь как пэшин, она очень долго держится. Иногда уже на вторые сутки ты чувствуешь послевкусие этого аромата. А вот это страсть пэшин, страсть, да? То есть ее можно использовать как духи, как тоже ингаляцию, да? Да, вообще, это у Дотерра, как мы знаем, есть несколько линейок. Линейка для эмоциональной терапии, непосредственно для работы с нашими состояниями эмоциональными. Есть чистые масла и смеси для работы с нашим телом на уровне, как бы, вот такой биохимии. Я вот об этом масле очень наслышана от девушек, что оно прям включает... Да, у Дотерры есть несколько масел, которые в абсолютном топе. Это Whisper, это Passion, это Cheer, это очень такие сладкие масла, каждый со своим характером. И он действительно, вот я перед тем, как выехать на интервью, я обычно открываю свою шкатулку и выбираю масло, которое подходит мне по состоянию. И сейчас я поняла, что, так как я сегодня почему-то не выспалась из-за тех же петухов, которые мы обсуждали раньше, масло Passion действительно очень тонизирует, бодрит. И у меня, пока я ехала на байке сюда, 15 минут, у меня появилось столько классных, свежих идей. Еще очень интересное масло есть у Дотерры, называется Elevation. Оно действует вообще... А как приводится Elevation? Elevation, ну, как бы, подъем такой, да, он очень тонизирующий, мотивирующий. И я несколько раз ловила себя на мысль, что когда я чувствовала упадок, я не пью кофе, я использую эфирные масла для того, чтобы забодриться, и я вдыхала в течение, там, двух минут это масло Elevation. Через полчаса я ловила себя на том, что я делаю перестановку в комнате, в которой перестановка делалась вообще ни разу за 20 лет ее существования. Ты думаешь, господи, боже мой, что так, что, что случилось? Что происходит? Да, и... То есть их влияние на психоэмоциональную сферу, это как бы... Их эффект настолько для меня очевиден и бесспорен. Я задам сейчас очень глупый вопрос, наверное, ну, для меня он как бы очевиден, но, может, для зрителей, кто совсем не знаком с эфирными маслами, не вызывают ли они зависимость? Нет, нет. Ну, то есть, как бы, это не та зависимость, какая-то деструктивная зависимость, которая может, не знаю, там, разрушить вашу семью и заставить продать квартиру. Все в порядке, нет. Если вам нравятся ароматы, если он нравится вам на протяжении долгого времени, используйте его, и вы будете чувствовать, как ваше состояние меняется. Есть специалисты, которые специально составляют духи, смеси, блондируют эфирные масла для того, чтобы повлиять на психоэмоциональное состояние человека, убрать некие застои, там, ментальные какие-то ограничения, помочь сформировать намерения. Но это уже такая тоже очень интересная, обширная тема, которую подробно мы не успеем коснуться. Но и те люди, которые, я знаю многих, кто использовал эту технику, они действительно замечают эти изменения через 21 день, если ты пользуешься этими аромадухами. Вот, поэтому это хорошая зависимость, так скажем. Да, я сейчас хотела пошутить, не знаю, удачная шутка или нет. Если бы, например, у меня там был дома телевизор, то я бы продала телевизор и купила эфирные масла. Да, на самом деле, конечно, это отличная идея. В общем, на самом деле мы так и сделали. В зависимости от эфирных масел, она приветствуется. Чем-чем, да, от эфира первого канала. Ну, да, это прекрасная зависимость, но здесь всё-таки нужно развивать себе тонко чувствование, потому что когда ты просто потребляешь информацию бездумно, это один вопрос. Но когда ты открываешь бутылочку эфирного масла и устраиваешь себе утреннюю медитацию с ним, чувствуешь, как этот аромат раскрывается для тебя с каждым вдохом по-новому в течение всего этого продолжительного периода времени, сколько бы ни длилась твоя медитация, 5 минут или час, это масло будет каждый раз звучать для тебя по-новому. Ну, здесь связано, опять же, с раскрытием его по неким слоям. И это прекрасный, очень интересный творческий процесс, очень наполняющий, обогащающий жизнь. Вообще об эфирных маслах можно говорить, мне кажется, практически бесконечно. Да, бесконечно. Но мы сейчас поговорим о последнем способе использования эфирных масел. Это тот способ, который ещё 10-15 лет назад ароматерамопевтами озвучивался как неприемлемый, это использование эфирных масел внутрь. Я думаю, что это связано скорее с тем, что просто такой возможности настолько очистить эфирное масло просто тогда не было. Сейчас Дотера и ряд других производителей, которые делают качественные эфирные масла, очень чистые, в аннотации к эфирным маслам пишут, что это масло допускается для приема внутрь. Как определить это, когда к вам попадает бутылочка, у вас, например, нет каталога, нет возможности залезть на сайт? Это конкретно мы про Дотеру говорим? Мы говорим про Дотеру, но на самом деле, мне кажется, что такое должно быть в других компаниях тоже. Всегда на баночке есть вот такая табличка Supplement Facts, где ты видишь дозировку per size, serving size – это сколько тебе нужно, соответственно, принять за один раз, serving per container – это about 250, это значит 250 капель находится вот в этом… Даже капельки написано, да? Количество капель. Никогда не обращала внимания. Количество капель в каждой бутылке – это вот 250 в 15-миллилитровой бутылке. Соответственно, если у нас serving size – одна капля, то чаще всего, то это мы можем представить, насколько нам может хватить бутылочка. Но есть более часто быстро расходуемые масла, как масло лимона, которым я мою стекла. Почему? Или более редко расходуемые масла, не так быстро, такие, как масло, опять же, ладана. Так вот, эфирные масла внутрь – эта тема достаточно деликатная, и я настаиваю на том, что здесь, конечно, прежде всего нужно соблюдать дозировки, нужно понимать, зачем мы это делаем. Для детей использование эфирных масел – это тоже отдельная тема. Но, скажу на опыте своей семьи, я знаю, что у моего ребенка нет никаких непереносимостей, и с возраста 5 лет я даю ему внутрь эфирные масла, когда я чувствую, что он в саду мог что-то подхватить, такие, как масло ангард или масло чайного дерева, строго по одной капле в день. Дальше я наношу ему его на стопы, и когда он засыпает, если у меня нет, и мы в путешествии нет аромодиффузоров, которые я могу его накапать, чтобы очищать пространство, я с 4-х точек или там с 2-х точек подушки капаю ему эфирное масло для того, чтобы облегчить дыхание, для того, чтобы помочь организму бороться с бактериями. Но для взрослых, как правило, одной капли или, да, одной капли 2 раза в день, например, если вам нужно вылечиться, там, не знаю, тензелита или ещё чего-то, простуд, бактериальных инфекций, вирусных инфекций, как правило, хватает. Но, опять же, прежде мы проверяем переносимость этого масла нашим организмом, и, конечно, начинаем с одной капельки, очень аккуратно, и смотрим на своё состояние. Никогда не превышаем дозировки, это строгое правило. И важно, мне кажется, уточнить, как мы принимаем эти масла вовнутрь, то есть не в чистом виде. Безусловно. В чистом виде мы эфирные масла не принимаем, потому что очень легко получить можно ожог слизистый. Можно, проверено. Химический ожог, да, соответственно, особенно такие горячие масла, как масло корицы, гвоздики, орегано, мы обязательно разбавляем в пищевых маслах или в жирах, или в меду. Также очень важно, что если мы используем масла топикали, то есть наружно, один из популярных способов – это арома ванны. Мы тоже не капаем эфирные масла просто в ванну, в надежде, что оно растворится, мы получим терапевтический эффект. Иногда я знаю такую историю, когда девушка накапала три капли орегано и вышла из воды, и у неё вот такие вот полоски были по всему телу. Химический ожог. Конечно, поэтому эфирные масла в ванну, ванна, например, это с чайным деревом против грибка стопы или ванна для всего дела, тела для всего дела. Терапевтическое. Мы разводим эфирные масла, одну, две, три капли, в жирах, таких как кефир, йогурт, молоко. Мы сначала берём чашечку с молоком, три-четыре столовые ложки, капаем туда несколько капель эфирного масла желаемого, размешиваем, и только после этого выливаем полученную смесь в ванну. Тогда мы получим и приятные ощущения, и терапевтический эффект. Здорово. Если принимаем вовнутрь эту одну капельку, необходимую нам в день? Мы разбавляем её или в столовые ложки пищевого масла. Например, здорово, у меня был, когда я проходила детокс дома, я брала эфирное масло амаранта, которое мы знаем, что очень богато полезными свойствами, и капала туда капельку лимона, например. Или можно взять масло авокадо, оливковое масло, масло подсолнечника, любое пищевое масло, которое нам легко и приятно проглотить. То есть столовая ложечка масла растительного вреда? Или это опять же может быть ложечка мёда, например, жидкого. Вообще, на самом деле, самым правильным, мне кажется, способом сервировки эфирного масла внутрь является очень простой метод, когда мы берём зубочистку. Внимание, зубочистку! Просовываем её в дырочку и размешиваем её, например, в чае, в молоке или в каком-нибудь нашем коктейле. Потому что этого уже достаточно, чтобы получить терапевтический эффект, на самом деле, и как раз дозировка будет максимально безопасна для того, чтобы понять, как наш организм реагирует на это эфирное масло. Поэтому соблюдаем дозировки строго. И, конечно же, да, вот обязательно нужно читать на баночке, непосредственно, если есть каталог, каталог, не знаю, как правильно. Каталог. Вот. Подходит ли это вообще эфирное масло для употребления вовнутрь? Конечно. Это крайне важная информация, потому что не каждое масло можно, и нужно понимать. Да, да, это очень-очень-очень важно, потому что эфирное масло является очень мощным, очень эффективным инструментом для поддержания нашего здоровья, молодости, красоты, нашего психоэмоционального состояния на должном уровне. Но при том, что если мы не будем соблюдать баланс в использовании их, то мы, конечно, можем себе навредить. Конечно, да. Вообще, на самом деле, вот у многих людей возникает вопрос, мол, купили качественное масло, там тоже Дотер или другая компания, которая делает очень качественные масла. И, значит, там, чем больше, тем лучше. Это абсолютно неправда, это большое заблуждение, и можно себе очень сильно навредить. Поэтому вот такой баночки может хватить там на год, а то и на два. Вот у меня ладан по 5 миллилитров из семейного доктора уже второй год почти, вот в августе будет второй год, да? С тех пор почти половинка. Да. То есть оно настолько, прямо вот чуть-чуть-чуть-чуть нужно, и очень экономное. Это правда, это правда. Они действительно очень экономичные, но так как я использую эфирные масла каждый день, и для самых разных целей, не знаю, делаю спрей для того, чтобы дезинфицировать свой йога-коврик, мою, там, не знаю, окна с лимоном, лечу детей, лечу всех вокруг, оболаскиваю волосы, делаю духи, промасливание с кокосовым маслом для тела, употребляю их внутрь, наружу, и то, конечно, они у меня расходуются достаточно быстро. Ну вот, например, лимон и мята у меня очень быстро закончились. Лимон и мята, да, заканчиваются очень быстро. Да, потому что очень часто их использовали. Хорошо, спасибо огромное, Маша, за очень полезную беседу. Мне самой было крайне интересно послушать, узнать, покрутиться в эти ароматы. Да, я надеюсь, что эта информация поможет избежать ошибок в использовании эфирных масел и использовать их эффективнее. И главное, вообще, самый первый шаг разобраться, какое перед вами масло. Его вообще можно использовать или нет? Это, мне кажется, вообще базовый такой принцип, как отличить качественное масло от некачественного. Да, это правда. Было очень много полезной информации. Я уверена, что вам тоже понравилось.